Абхазия Расскажите, пожалуйста, свои мысли об Абхазской войне, конфедерации народов Северного Кавказа. Вы ведь были современниками Шанибова, Бепаева, Арцемба. Это была ошибка с моей точки зрения. Почему ошибка? Потому что ничего Абхазия не получила в результате этой так называемой независимости. Отделиться от братского народа, чтобы попасть в вассальную, позорную, унизительную зависимость. Ну, вы извините, зависимость даже не от всей России, а от вот этого маленького поганого блокпоста. Вот захотел там какой-нибудь, знаете, извините меня, нечисто вымытый начальник или там нехорошо выспавшийся или еще чем-то неудовлетворенный, раз и остановил весь поток, скажем, этих наших абхазских братьев, которые ради того, чтобы жить-выжить, везут что-то в Россию через этот мост. И все, закрыли, перекрыли этот мост, и вот ты должен унизительно, каждый абхазец, наверное, это испытал, и не раз унизительно ждать, когда вот этот непомывшийся или непротрезвевший или вследствие головной боли или семейных проблем, что его жена держит под каблуком, и она там ему высказала пару заслуженных им слов, он отыгрывается на целом народе, то есть те, кто едут, стоят вереницей в этой очереди, разве они не являются народом? Разве они не являются представителями абхазского народа? Конечно, являются. Конечно, это и есть народ, а не те, кто там борется за власть в Абхазии, которая никем не признается. Ну, признала там Никарагуа, признала Россия, там еще, еще, еще. Ну и все, и весь мир закрыт. Надо вам получать либо российские паспорта, либо, я не знаю, еще что-то, чтобы элементарно поехать лечиться или элементарно поехать получить образование или просто увидеть свет. Конечно, совершенно незавидное положение имеет сегодняшняя Абхазия. Продолжение следует...